29 ноября в Славянске-на-Кубани состоялся слёт «Закрытие вахты памяти-2016» в рамках краевой акции «Вахта памяти» по увековечению памяти погибших при защите Отечества. В наш город съехались представители поисковых движений со всего Краснодарского края. О нелёгкой работе поисковиков, о важности патриотического воспитания молодёжи и о бессмертном подвиге героев войны в следующем материале выпуска. Сохранить память о каждом бойце, сражавшемся за родину – вот главная цель вахты памяти. Чтить и помнить подвиг народа – общая задача каждого участника мероприятия. Заместитель министра образования, науки и молодёжной политики Сергей Килин отметил, что вахта памяти несёт важную миссию – донести до жителей всего Краснодарского края понимание патриотического воспитания и роли поисковых организаций в этом процессе. Подобные акции, события важны, кроме этого, тем, что они дают метод и форму деятельности органов по делам молодёжи, органов управления образованием в воспитательном процессе. Они актуализируют роль сохранения исторической памяти и воспитывают в молодом человеке чувство приверженности, чувство знания, умения и готовности к защите своей родины. Участие в форуме также приняли представители краевых и районных органов власти, ветераны Великой Отечественной войны, представители общественных организаций. Председатель районного совета Григорий Литовко с благодарностью говорил о тех, кто занимается поисковой работой, патриотическим воспитанием. Чем занимаются сегодня поисковые отряды – это святое, благородное дело. Вы сохраняете память о Великой Отечественной войне, возвращаете имена погибших бойцов. В слёте принял участие ветеран Великой Отечественной войны Василий Васильевич Вертель. Очень важно навсегда сохранить в сердцах тех, кто живёт сегодня и кто будет жить потом, память о каждом бойце, павшем в годы войны, о воинском подвиге, о славных страницах нашей истории, уверен Василий Васильевич. Я преклонник, как ветеран войны. Это радость для нашего поколения, радость для тех родных и близких, кого они находят. Без этой группы никак нельзя. Я думаю, что это не только у нас, это в тех районах, которые были в оккупации, должны эти люди работать. Работать и работать. В настоящее время на Кубани действуют 23 поисковых организации, которые объединяют более 5,5 тысяч человек. Поисковые отряды края много лет занимаются поиском погибших воинов. В результате останки тысяч бойцов были найдены и перезахоронены со всеми воинскими и духовными почестями. А родственники узнали о судьбе своих близких. Большую работу проводят и славянские поисковики. За последние два года отрядом «Кубанский рубеж» найдены и подняты останки 150 бойцов. Установлены именно двоих из них. Проведены перезахоронения. Основная цель сегодняшнего нашего отряда – это не только копать, как говорится, бойцов и всё. А в первую очередь сегодня мы хотим в электронном виде создать книгу памяти района. В программу «Слёта» была включена работа двух секций, где участники обсудили актуальные вопросы поискового движения «Кубани», эффективные принципы и методы организации патриотической работы с молодёжью. Для участия в секции «Краевая акция вахта памяти» по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества были приглашены руководители органов по делам молодёжи, представители органов управления образованием, директора молодёжных центров, руководители поисковых общественных организаций и поисковики. После работы секций состоялось торжественное закрытие слёта «Вахта памяти-2016», в котором принял участие глава Славянского района Роман Синеговский. «Все-все занимаетесь серьёзным делом. Вы увековечиваете память погибших воинов, занимаетесь раскопками, храните ту память, которую сегодня мы должны о ней знать. И самое главное – это воспитывать наше подрастающее поколение». В завершении слёта была утверждена резолюция. Она и определит дальнейшую работу по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества в Краснодарском крае. Лучшие поисковые организации края были награждены памятными медалями и благодарственными письмами. Множество жизней унесла Великая Отечественная война. Судьбы миллионов погибших и пропавших без вести солдат неизвестны до сих пор. Та деятельность, которой занимаются члены поисковых организаций, действительно значима. Благодаря их работе и энтузиазму удается поднять прах и узнать имена как можно большего количества погибших бойцов. Ведь так важно достойно похоронить всех участников тех кровавых событий. Надежда Калинина, Георгий Калинин, Игорь Ванчугов, Александра Тимовская. Программа События.